В этом заведении принимали гостей и после 11 вечера. Работники говорят, что о новом правиле руководствием, конечно, сообщила, а потом добавила, выполнять его не обязательно. Исполнение указа ради Хабирова проверял замглавы городской администрации по экономике и промышленности совместно с сотрудниками полиции. И время выбрали подходящее – вечер пятницы. Но в какое заведение не входили, всюду было немноголюдно, а то и вовсе проверяющих встречал пустой зал. Хотя, надо сказать, что владельцы ресторанов и кафе к ограничительным мерам отнеслись по-разному. В некоторых даже табличку с режимом работы сменили и указали, что открыто только до 23.00. То есть они уже закрыты сейчас, да? То есть они выполняют меры? Эта проверка показала, что уследят за изменениями. В указе о повышенной готовности в основном заведения крупные. Журналы замеры температуры, обработки заполнены, с антисептиками перебои тоже не наблюдались. Но недочеты все же присутствуют. А чем вы замеряете температуру? Утром и вечером надо. То есть дважды получается? Вы ушли с дороги. А нам говорили один раз просто пять. Прямо к восьминку открывается дверь. Хорошо, значит, в восемь замеряете и в одиннадцать. Встречаются и специфические санитарные меры, как, например, в этом караоке-клубе. И на микрофонах у нас тоже одноразовые шапочки одеваются для микрофона. Отдельного рассказа достойны так называемые пивные. Например, вот это заведение, на удивление к приходу проверяющих, уже было закрыто. На двери объявления, внутри девушка ведет уборку. Закрылось, да. То есть написано, что до одиннадцати работают они. То есть они исполняют меры антиковидные. А другое из сюрпризов не преподнесло. Это заведение работает по принципу два в одном – и кафе, и магазин. Так что столики отгородили ленты и продолжают торговать. За этот вечер плавно перешедший в ночь проверили 13 точек пщепита. Чаще свою работу после 23.00 владельцы объяснили незнанием последних изменений в указе главы республики. Наказывать за это на сей раз не стали. Администрация и полиция выполняют функцию информационную, а не карательную. Но это лишь пока. Мы информировали предпринимателей, эти точки пщепита, что все-таки необходимо выполнять все меры предосторожности, включая замер температуры, ношение масок, санитарную обработку. И те предприниматели, которые не идут на встречу, мы их взяли на карандаш, что мы будем дальше с ними прорабатывать. Все кафе, рестораны и прочие, питейные, закусочные, проверять будут еще не раз. И особое внимание уделят тем, кто принципиально не желает выполнять распоряжения республиканских властей, не понимая, что вынужденные ограничения они вводят не из вредности.